В Бауске этим летом начнется необычная стройка. 5 миллионов евро буквально зароют в землю. В спортивных школах Бауске около 700 воспитанников. Но построенные еще в советское время спортцентры уже не отвечают их требованиям. Европейские деньги удалось привлечь лишь для разработки проекта, а сам многофункциональный спортивный холл построят на деньги самоуправления. Проект оказался необычным. Для строительства выбрали крутой берег реки. Высокая застройка там запрещена. Потому три из пяти этажей холла будут под землей. Спортзал нужен большой, 24 на 40 метров, а участок земли небольшой. Мы не хотели трогать новые теннисные корты, поэтому здание выросло не вширь, а вглубь. Обойдется строительство в 5 с лишним миллионов евро, что многие местные жители считают неоправданной расточительностью. Спортивный холл в Бауске нужен, но не за деньги налогоплательщиков. И не в таком месте, на берегу реки. Впрочем, искать другое место уже невозможно, ведь тогда придется разрабатывать новый проект. В этом случае 40 тысяч евро, которые ушли на этот проект, будут потеряны. Да и спортсмены не готовы дольше ждать. Строительство начнется этим летом и продлится два года. В прошлом году музей-парк Варайше посетили 17 тысяч туристов. И это далеко не предел. Парк мог бы стать важным туристическим объектом Европы. Вот только денег на его развитие нет. Территория археологического музея-парка Варайше включает развалины средневекового замка, остров Мейту и деревянные дома, подобные тем, в которых латгальцы жили 2000 лет назад. Их восстановили в 90-е годы, и теперь постройки нуждаются в реконструкции. С 2008 года парк находится в ведении Национального исторического музея Латвии. У нас не хватает ресурсов. Как госучреждение мы не можем привлекать европейские деньги. Заботу о развитии парка готово взять на себя Аматское краевое самоуправление. Но сначала оно должно получить его территорию в свое ведение. Правда, и в этом случае понадобится финансовая помощь государства. Одна из идей — предлагать туристам участие в исторических реконструкциях. Так, чтобы в каждом домике было представлено одно из ремесел. Чтобы найти вариант развития парка-музея, в середине апреля здесь пройдет форум. Курзумы можно назвать землей гигантских яблонь. Ведь шесть из десяти самых больших деревьев страны растет именно там. Латвийская яблоня номер один растет у дома Панкупу. Ее сорт — лесная яблоня. И действительно, к ней приходят лесные звери, чтобы полакомиться яблоками, рассказывает хозяин Андрис Каротлендж. Если диаметр ствола полтора метра, дерево считается охраняемым. А у этой яблони ствол четыре метра в диаметре. Она первая в Латвии, четвертая в Балтии. Кстати, во дворе того же дома растет и третья по величине яблоня страны. А также дуб со стволом в семь метров диаметром. Неподалеку обосновался черный аист. А у самого дома — гнездо белого аиста. Старый дом сгорел, остался только пепел. А посреди пепелища — белый аист. Я тогда подумал, он будто благословил нас. Я построил новый дом рядом, и теперь все здесь растет и разрастается. То, что его деревья — рекордсмены, хозяина радует. Но туристов он здесь не ждет. Говорит, толпы людей могут нанести природе вред.